Мы с Мирончиком готовим блины на завтрак. У нас закончилось обычное молоко, мы добавили шоколадное, поэтому сейчас посмотрим. У нас получатся шоколадные блины. Цвет немножко странный, но блины вкусные. Мы уже попробовали, пока жарили. Ну чё, как блинчики? Доброе утро, друзья! Добро пожаловать в новое видео! Мы уже проснулись с Мироном, позавтракали, и сегодня я иду опять к зубному врачу. Собственно, это и была основная причина моего приезда сюда. Кто, может быть, не смотрел предыдущие видео, я вкратце расскажу, что в Германии мне пытались запломбировать корни зуба, и не нашли основной канал, и получилось так, что сделали мне дырку в корневом канале. Чтобы исправить эту проблему, в Германии это стоило 1600 евро, и поэтому я приехала сюда, в Калининград, чтобы решить этот вопрос. Такими вопросами занимаются специалисты с микроскопом, и я уже была у такого специалиста, она сказала мне, что этот зуб, который я собралась лечить, он не жилец, что там оказывается не одна дырка в корневом канале, а две дырки, и что этот зуб был подвержен такому жестокому лечению, называется оно резорцин. Этому лечению мой зуб подвергся ещё в школе, в школьные годы. Приезжал такой бесплатный вагончик к нам в школу, и там в принудительном порядке нам лечили зубы. Мало того, что у меня осталась психологическая травма на всю жизнь, я ужасно боюсь зубных врачей, сейчас уже не так, но все 30 лет я очень сильно боялась зубных врачей, вот как раз таки из-за этого случая. Мне лечили в этом вагончике в школьные годы зубы, ещё и без наркоза, это было ужасно больно, плюс закладывалась в зуб какая-то паста, и зуб принимал стеклообразное состояние. Это очень сильно повлияло на каналы зуба, и в Германии, когда мне попытались запломбировать этот канал, они его просто не нашли. У специального такого аппарата показалось, что там что-то мешает, и поэтому получилось так, что мне сделали дырку в корневом канале. Когда мне начали в Германии лечить этот зуб, пытаться запломбировать эти каналы, и доктор сказала, что я никогда в жизни не видела такой зуб, потому что он становится такого красного оттенка. Не знаю, может быть, кровь там как-то в него впитывается, и он становится такой стеклянный по своей консистенции. И сейчас, когда я была у специалиста с микроскопом, она сказала, что только мы умеем лечить такие зубы, потому что мы с ними сталкивались. Эти зубы, как правило, встречаются вот на постсоветском пространстве. Мы знаем, что с ними делать, но в моём случае, видимо, уже ничего с ним не поделать. В субботу вечером специалист с микроскопом посмотрела мой зуб, как я уже сказала. Она сказала, что он не жилец, что его лучше удалять. И на этом моменте я окончательно растерялась, потому что я приехала только ради этого, в надежде, что мне помогут. А здесь такая ситуация, и я просто плакала в подушку в субботу, потому что я не знала, что мне делать, и как будто бы мой мир рухнул. Теперь я немножко проанализировала и подумала, что хорошо, что мы не сделали это в Германии, не заплатили эти 1600 евро для того, чтобы узнать, что мне этот зуб надо удалять. Потому что она говорит, что вряд ли бы какой-то специалист что-то с ним смог сделать. Вчера утром я записала голосовое сообщение своему зубному врачу, Чике Вадиму Сергеевичу, и спросила, что мне теперь делать. Потому что прямо сейчас я не успею поставить имплант на этот зуб. Я здесь до 15 сентября. Если хоть какой-то вариант, чтобы этот зуб продержался ещё год. Он ответил мне коротким сообщением, приезжай сегодня в Центрадент к 10 часам, и мы будем с тобой общаться по этому поводу. В общем, не знаю, что меня ждёт. Сейчас уже буду собираться и скоро поеду. Меня очень радует ещё то, что этот зуб меня никак не беспокоит. Учитывая, что мне 2 часа там лазили, по-моему, достали весь материал из корневых каналов. И я боялась, что у меня опять начнёт зуб болеть или что-то такое происходить. Но ничего не было. Единственное, у меня немножко болел зуб от места укола, когда мне делали наркоз. Но в целом он меня не беспокоит. Сейчас мне доктор наложила временную пломбу. И с этой временной пломбой, конечно, я долго не прохожу. Поэтому я и обратилась к Вадиму Сергеевичу, чтобы что-то решить и что-то придумать с этим зубом. Хотя бы на год продлить ему жизнь. И ещё одна новость. Как только я съезжу в Центрадент, решу вопрос с зубами, как-то более-менее прояснится картина. Мы с Мироном поедем сегодня погуляем в Светлогорск. Прям очень сильно захотелось как-то развеяться, уединиться. Так что оставайтесь с нами. Я уверена, что эта поездка и нам, и вам запомнится. Я ещё хотела рассказать про такси. Я пользовалась такси Максим. И мне все говорили, нет, ты что, вызывай только Яндекс. И я думала, блин, да какая разница. Примерно плюс-минус одни и те же цены. Но когда мне постоянно просто не назначают машину, меня это уже начало напрягать. Я думаю, что-то тут не то. И попросила, чтобы мой брат вызывал мне Яндекс. Почему я сама не вызываю? Потому что у меня немецкий App Store, и я не могу скачать это приложением почему-то. Но сегодня я разобралась, что даже можно вызывать такси, его не скачивая. Просто свой номер телефона там вводишь. И я посмотрела. Обычно я доезжала до Центродента из Орловки до Калужской 40 за 450 рублей. А в Яндекс эта поездка стоит всего лишь 230-250 рублей. И я думаю, блин, разница очевидна. И теперь я буду вызывать себе только Яндекс. И причем не надо долго ждать. Я один раз ждала полчаса, чуть не опоздала просто к врачу. В итоге я уже сказала своему брату, чтобы он меня отвез. Но он вызвал мне такси, и буквально через 3 минуты машина приехала. Теперь я буду тоже пользоваться Яндекс. Мирончик меня провожает. Все, сынок, пока, удачи. Люблю тебя. Все, поехала я. Это мой уже второй дом. У меня еще есть 20 минут. Здесь была палаточка рядом с ремонтом обуви. Если она открыта, я сдам свой шлепок. Он мне чуть-чуть начал отклеиваться. Нет, с 10 она. Тогда я выйду и сдам. Потому что я теперь здесь часто бываю. Все, я вышла. Ура, меня спасли. Я от наркоза еще немножко не отошла. Но Вадим Сергеевич мне продлил жизнь этого зуба. Он сделал мне пломбу. Что-то там, какую-то прокладку сделал. Чем-то там намазал. В общем, он сказал, что вроде как должен он у меня год продержаться. Посмотрим. И еще один зуб он мне тоже сделал. Вся эта процедура у меня заняла всего лишь 30 минут. Гора с плеч. Идеально. Сейчас я буду ждать такси и поеду домой. За эти два зуба я заплатила 8 тысяч. Вот этот, который у меня самый сложный. Вадим Сергеевич взял за него 2,5. И еще одна пломба рядом 5,5 тысяч. Ремонт обуви как раз открылся. Сдам свой ботинок. Он у меня вот так вот отклеивается. И мастер мне предложил его прошить. Но для этого нужно второй принести. Я только один принесла. Завтра второй принесу. 600 рублей. Ну что, мама, у вас все хорошо? Мирой, смотри, кто пришел. А кто пришел? Мама. Ты хорошо, сынок? Да. Давай, собирайся, в приключения поедем. Мама нас тут с шикарным обедом провожает. Овощная запеканка с лавашом, винегрет свеженький и свежие овощи. У нас план такой, доехать до электрички, а на электрички уже поехать в Светлогорск. Прямая электричка, ласточка. Мирон, ну что, готов к приключениям? Рядом у нас седьмой километр электричка. Когда я училась в школе, каждый божий день я бегала на электричку. 15 минут пешком. Да, бабушка! Мама нас привезла и сама поехала домой. Через 10 минут наша электричка, и она нас уже довезет до Светлогорска. Будет ехать через Зеленоградск. Наша станция называется седьмой километр по пути из Калининграда в Зеленоградск. Мама говорила, отойдите от лестницы, она будет выдвигаться, чтобы Мирона не стукнула. Даже сидения такие же, да, как в Германии, Мирон? Мы возле окошка. Следующая остановка. Кошка! Кошка! Начинается наше приключение, да, сынок? Я теперь поюшу чаю по бабушке. Ну, это мой хороший. Мы завтра с бабушкой уже ведемся. А я сюда поюшку не говорю. Все понятно, да? Это уже Рябиновка. Мы сели на седьмом километре, и до Светлогорска стоит 99 рублей. Мы уже приехали в Зеленоградск. И потом спускать на перрон, потому что слишком высоко, трудно с нее спуститься. И вот так. А чем она такая лось, мам? Пока никого нет, можно прогуляться, посмотреть, как электричка выглядит. Здесь, по-моему, туалет тоже есть, так же, как и у нас. Да, туалет есть. Прикольно, классно. Подружились? Сейчас уже на следующий будем мы выходить с тобой. Хорошо? Будь готов. Ирон, сможешь спуститься сам? Да. Давай. Теперь нам надо добраться с Мирончиком до квартиры, в которой мы будем сегодня ночевать. Вот сюда вот мы сейчас повернем и пойдем. А я помню, что когда-то, когда я была ребенком, прямо по этой дорожке, где-то вот там вот в этих деревьях, был лагерь. И я отдыхала там целый месяц в лагере. Было классно. Уже тысячи лет здесь не была. Такие воспоминания. У Мирончика уже сразу арбузное мороженое. Мне очень нравится наша Калининградская область, что здесь можно просто бесконечно путешествовать. И каждый раз ты найдешь какое-то новое место для себя. Смотрите, через какой парк мы идем. Сосны. Просто такой волшебный запах. Мы с Мирончиком сегодня ночью в квартире. Посмотрим, какая там квартирка. Но место уже мне нравится. Видите, волшебный такой парк. Можно прокатиться на вот этой ласточке. Сама по себе поездка даже до этой квартиры. Уже такое путешествие. Мирон в восторге. Мне тоже очень нравится. Мы с Мироном взяли себе вкусняшки в дорогу. Потому что Мирон уже проголодался, у него мороженое. А у меня лавашек с овощами. Через весь парк вот такие лавочки. Везде можно отдохнуть. Но мы прям идем с Мироном. Вообще наслаждаемся такой красотой, природой. Чистым воздухом. Какое-то волшебное место. Мне даже хочется, чтобы эта дорожка не заканчивалась. И этот парк. Здесь такое умиротворение. Просто такая природа. Такой воздух. Вы знаете, если я не ошибаюсь, то вот эти леса еще и богаты ягодами. По-моему, вот это вот черника. Потому что я помню... Да, это черника. Я не ошиблась. Смотрите. Даже ягодка. Черника. И причем тут все-все-все-все-все-все-все усыпано вот этими черничными ягодами. Сейчас они уже, конечно, отошли. Но я помню, я как-то их собирала. Я представляю, сколько здесь этих ягод в сезон. Очень много. Настоящий черника. Это же такая польза. Все деревья, весь лес у подножья усыпан этой черникой. Вот кто ищет уединение, как я, спокойствие, пение птиц, мне кажется, здесь идеальное место. Просто вообще время останавливается. Мы идем и даже не хотим, чтобы это заканчивалось. Потому что здесь настолько прекрасно, здесь столько энергии от природы. Вот невозможно пересказать, надо только почувствовать. Наверное, на море, я думаю, и так красиво ночью. Да, сынок. Мирон говорит, мама, здесь морской песочек, значит, мы идем правильно. Где-то здесь море уже неподалеку. Я надышалась и опьянела от этого воздуха, вкусного, волшебного, который пахнет елками. Где-то здесь мы будем сегодня жить. Смотрите, сколько здесь детских площадок. Одна, вон там, вон там еще вторая. Площадка, площадка, как нам пройти мимо площадки? В этот домик мы сейчас заселимся. Смотрите, какая здесь тишина и спокойствие. Вот тут как раз электрички уже ходят. Идем, Мирон. Мирон говорит, мама, смотри, какой здесь классный отель. Жизнь под шепот волн. Очень удобно, что здесь бесконтактное заселение. Заходи, сынок. Как тут вкусно пахнет сразу. Заходим. Классно, что даже есть стульчик для ребенка разуться. Начнем сразу с душа из туалета. Душевая кабинка такая классная. Смотрите, тропический душ. Есть стиральная машинка, полотенце, туалет. Шкафчики, все так удобно, уютно. Там просто какая-то релакс-зона. Пойдем, пойдем, пойдем. Где красота, где красота? Мирон говорит, ты там просто ударился? Вот. Вау, какой балкон. Слушай, как шумит красиво, да, лес. Тишина и спокойствие. Детская площадочка. У Мирона восторг. Мама, посмотри, тут просто красота. Здесь правда красота. На балконе даже есть гладильная доска и сушилка. Помимо красоты еще и практично. Посмотрите, какие камушки морские разрисованные, да? Красотища такая. Вау, как классно. Такой уютный диванчик. Кроватка. Освещение тоже такое приятное, ненавязчивое. Цветочек. И здесь уже зона кухни и столовая. Очень красиво. Да, Мирон, это сушилка для посуды. Здесь окошко и лес. Просто квартира мечты. Мирон, тебе нравится эта квартира, где мы будем с тобой ночевать? Смотрите, как красиво придумали. Вот эту стенку стеклянную. О, что у меня такой холодильник? Холодильничек есть. Морозилка, да? Духовка. Кстати, хочется отметить, что такое приятное покрытие. Прям очень приятно босиком ходить. Я не понимаю, я не понимаю. Пошу сюда. Ты водичку хочешь поставить? Угу. Смотрите, это еще и задвигается, и раздвигается. Мирон, пока! Класс. Блин, какая красивая планировка квартиры. Боже мой, это какой-то райский уголок. Идеальная норка для того, чтобы спрятаться. Все, мы сидим тут. Я никуда не хочу теперь идти. Мирон говорит, я буду раскладывать продукты наши. Но я ничего не брала, я взяла только огурцы. Мама еще говорит, возьми что-нибудь покушать. Я говорю, мам, я не хочу готовить, я хочу просто отдыхать. Если что, мы пойдем, может быть, в кафе покушаем. Взяла там огурцы и вот сухофрукты. Мирон уже раскладывает все. Какое красивое, спокойное освещение. Вообще все цвета спокойные, ничего не навязчиво. Реально попадаешь в какую-то зону релакса. Сутки проживания сейчас стоят четыре с половиной тысячи. Но я не знаю, может быть, цена как-то в зависимости от сезона меняется. Но сейчас четыре с половиной. Как красиво на сером фоне записывать видео. У меня прям сразу творческая энергия пробудилась в этой квартире. Захотелось что-нибудь такое за кружечкой чая вам рассказать. Но пока ничего не приходит в голову. Мысли остановились, это хорошо. Я и буду здесь спать. И без меня, что ли? Пада-пада-пада-пада. Всего-на-сего-на ты останешься одна. Ура! Свобода! Смотрите, это идеальное вообще пространство. Даже посуду не надо. Мы здесь есть посудомойка. Есть духовка. Да, плита. Все что угодно. Голодным не останешься. И красивая какая раковина. Чайничек, водичка. Даже кофе и чай здесь есть. Микроволновка. Абсолютно вся посуда. Тарелочки, глубокие чашечки, бокалы. Даже что-то из продуктов есть. Здесь столько деталей, которые тебе сразу не бросаются в глаза, но потом открываются глазу. Мы не взяли Алису и Еву. Ты хочешь, чтобы все-все вместе здесь были? Пойдем. Выходи. Отсидеться в берлоге не получилось. Мы пошли гулять. Потому что Мирону надо двигаться. Он говорит, мама, пойдем закупаться. Я говорю, я не планировала закупаться. Не хочу эти продукты тащить. Если хочешь кушать, пойдем в кафе покушаем. Он говорит, нет, мама, закупаться. Пойдем хотя бы прогуляемся. Мирон, мы же с тобой любим узнавать новые места. Узнаем новые сегодня что-то? Смотрите, как удобно. Можно вешать белье здесь. Столько много веревок. Какое вкусное белье получится на таком свежем воздухе. Миллион детских площадок возле каждого дома. С детьми, мне кажется, тут вообще просто рай. Спасибо. Мы с Мирончиком прошли ровно 3 минуты и оказались в красивейшем месте на озере. Здесь через озеро на тарзанке катаются. Вообще классно, Мирон. Можно также и на лодочках, и на катамаранах. Мы прям тут на озере уже сели. Потому что Мирон сказал, что он проголодался. Тут детское меню есть. Сейчас что-нибудь выберем. Здесь такая спокойная кафешка деревянная. Здесь прям уютно-уютно. Там внутри основное кафе, а здесь летняя терраса. У Мирона заказ макарошки с сыром. Но они не соленые. Мирон сейчас будет солить. Мирон у нас любитель кваса. Поэтому ему большой квас. Тебе понравилось, да, макароны? Чувая, чувандан. У нас грибной супчик и свежие овощи. У нас еще брускетто капрезы. Так хорошо, что танцевать хочется. Тарелку поставь, огурчики только возьми. Мирон тут кидал-кидал еду. И смотрите, сколько он прикормил уток. Я просто в шоке. Где здесь едят? Здесь так вкусно пахнет на озере. Фонтанчик и на катамаранах катаются. Красотища. Зеленоградский город такой по энергетике очень суетной. Потому что оттуда приезжаешь и прям устаешь. Несмотря на то, что море. И вроде бы тоже такая курортная расслабленная атмосфера. А вот Светлогорск 100% город спокойствия, расслабления. Время останавливается. С видом на озеро можно еще и спортом позаниматься. Смотрите, вот там озеро. Мы с Мироном решили подняться наверх. И там уже город. Все, мы вышли на улицу, на центральную. Сейчас с Мирончиком к морю прогуляемся. Вот эта кафешка называется У друзей. Ну, по крайней мере, раньше она так называлась. И мы здесь с моими подругами любили отдыхать. Здесь живая музыка по выходным. Вот эта кафешка Очак тоже там красиво и вкусно. И можно было и потанцевать, и музыку послушать. У нас небольшой перерыв. Мирончик подустал тут рядом с киской на лавочке. Тут самая большая очередь. Наверное, что-то вкусненькое. Мы решили с Мирончиком прокатиться на канатной дороге. Она сразу за вокзалом. Стоимость 50 рублей. И эта канатная дорога приведет нас прямо к морю. И видишь, мы спускаемся прямо к морю. Страшно даже. Море, привет! Море, привет! Ну что, высоко? А море хорошо видно? Да. Классно, да? Я так давно не каталась на этой канатной дороге, что я даже забыла, где она находится. Представляете? Ну, в итоге все-таки нашла. За вокзалом. Смотри, как море они сильно загородили. Такой высокий забор поставили. Ни один шторм его не снесет теперь. Мирончик, давай руку, я тебе помогу вывезти. Опа. О, спасибо. Как мы удачно спустились. И сразу пляж. Ирона, песок, привет! Мы разулись с Ироном и гуляем босиком по песочку. Смотрите, какие трубы огромные. Просто защищают променад. О, люди даже купаются. Начало сентября. Наверное, вода теплая. Вода не такая уж и ледяная, какая могла бы быть. Хорошо, что я взяла с собой плед. Ирона увидел песок, разулся и зажил своей детской жизнью опять. Чайки над головой, море шумит. Идеально. Мы с Мирончиком уже решили двигаться в сторону отеля, как Мирон сказал. Мирон зашел потрогать воду и штанишки намочил. Поэтому я боюсь, что он тамернет. Я и так ему уже кофточку одела. И у нас уже без 26. Быстро сейчас станет прохладно. Надо двигаться в сторону отеля. Кто тебя угостил? Вкусно? Матная. Не помаши всем чус. Пока Мирон стоял в очереди, он там со всеми пообщался. Рассказал, что он из Германии сюда приехал. Там просто вся толпа начала по-немецки вопросы задавать. Все немецкие в школе учили. А мы поднимаемся наверх. У нас такая маленькая уютная прогулочка получилась. Мне прям так хорошо. Мирончику тоже. Тебе понравилась наша маленькая прогулочка? Да. И конфетка. Мирон очаровал всю очередь своей общительностью. Спасибо большое. Идеал. Спасибо. Мы проходили мимо ягод и не смогли пройти мимо. Вот такой вот микс. Здесь малина, голубика и клубника 250 рублей. Мирон взял вот это яблоко. Оно так пахнет местное. Взяли с собой немножко фруктов, ягоды, яблочки и сливы. Смотри, какая крупная, да, малина? Ты меня угощаешь? Спасибо. Мироном пришли выбрать какую-нибудь вкусняшку себе. Чай попить вечером. Хочу, мама, вот этот тортик. И смотрите, какие огромные круассаны. Вот эти тортики классные. Малина базилик, манго, это павлова, тарталетки, вот этот ежик шоколадный, наверное, вкусный и эклеры. Мирон говорит, мам, посмотри, какой торт. Всякая разная вкуснятина. И обычные круассаны. Учитывая даже, что есть люди на улице, но город очень-очень тихий. Мы еще в ту сторону шли, и Мирон заприметил вот эту игрушку. Здесь и охлаждаться можно от жары, и также и мыльные пузыри. Когда, когда хоро, можно, яблэмэй, мыльни, запускать пузыри, и когда, когда жарко, яблэмэй, яблэмэй, вот там. Можно, вот так. Охлаждаться, да? Угу. Мы назад пешком пошли, хотя можно и на автобусе, они очень часто ездят и очень быстро довезут до места. Ну, по мне, так здесь вообще близко, тем более прогуляться перед сном, милое дело. Я и хочу, чтобы Мирон тоже прогулялся, хорошо, чтобы он хорошо спал. Ты древних улиток, что ли, насобирал? Угу. Это папа, мама и его ребенок, как я. Мы дотопали до озера, Мирон сказал, что ему нужен перерыв. Вот он тут занимается пока спортом, а я сижу на лавочке. Ого, сколько силы, вот это ты накачался. Мышцы какие, да? Вокруг всего этого озера можно гулять. Классные дорожки. Мне кажется, если б я одна приехала сюда, я бы тут круги бы нарезала вокруг озера. И сто процентов я бы с этой тарзанки прокатилась. Ты суши хочешь? Мирон увидел суши тут, оказывается, буквально уже рядом с нашим домом, суши. И также есть магазин продуктов. Мы заказали просто с авокадо ролл. Мирон любит 237 рублей вместе с соевым соусом. О, здесь тоже магазин фасоль, как и у нас в поселке. Сам понесешь, да, свой заказ? Мы вернулись в свой райончик, и здесь с вековыми соснами расположена наша квартира. У Мирона еще остались силы, хотя время уже 7 часов вечера. Вызывай лифт в наш номер. Мирончика сразу в душ, чтобы песок с него не сыпался. Украсил свои роллы. Мы уже выложили десерты. Мирон сказал, мама, возьми все, мы все попробуем. Мы взяли в круассан-кафе, и я, кажется, окончательно свалюсь в сахарную кому. Все вкусные ячейки, и можно уже докомить. И все пробовать, да? Приятного аппетита, сынок. Готово. Да, только смотри, не капай. Что, манго хочешь попробовать? Начнем с этого. Какой там разрез? Вот такой. Что, вкусно? Супер. Для меня слишком сладко, но вкус манго, бисквит нежный, какой-то как будто бы манговый мармелад, но для меня слишком сладко, прям приторно даже. Теперь попробую эклер. С белой начинкой, это классический. Ну и как он тебе? То, это то лево. Эклер я больше всего хотела попробовать. Просто восхитительно. Он очень вкусный. Теперь шоколадный ежик. Наверное, это как пирожная картошка? Это как пирожная картошка. Сто процентов вкусно. Клубника-базилик в какой-то суфле. Как интересно. Базилик сочетается с малиной. Просто что-то невероятное. Правда, очень вкусно. Побеждает вот это. Правда? Это тебе больше всего понравилось? Но у меня среди всех этих десертов побеждает эклер. Похоже, что у Мирона тоже эклер побеждает. Тут чаек мы с Мироном заварили. И я, пожалуй, вот этот эклер доем. Тут даже маленькие кружечки специально для Мирона. Мирон так сильно любит из таких маленьких пить. Но это, видимо, кофейный. Мирон говорит, давай посмотрим на боку. Вау, как красиво! Вечером тут вообще романтично. Да, сынок? Очень красиво. И лес. Блин, мы что, лисичек пропустили, да, Мирон, пока мы гуляли? Здесь, оказывается, живут лисички. Представляете, семья? И здесь их подкармливают. И они приходят сюда кушать. Можно немножко проветрить перед сном. Тем более вот такой волшебный воздух. Смотрите, чем здесь можно надышаться перед сном. Такая оглушающая тишина. Хотя здесь вот несколько домов. Ну, тихо-тихо. По уровню тишины и спокойствия. Это какой-то рай на земле. Всё, Мирончик готов спать. Сыночек, подождёшь? Я схожу в душ, ладно? Я собиралась идти в душ. У меня ребёнок уже, ну, практически уснул. Я ему ещё даже постель не постелила. Мы с Витей заболтались, короче, на целый час. Витя в восторге вообще от этой квартиры. Я ему всё показала по видеосвязи. Я ему показала вот этот балкончик, вот эту тишину. Показала, какие здесь сосны. Какая здесь вообще красотища. И Витя говорит, блин, ты как будто бы где-то на курорте. Но это правда, так оно и есть. Здесь такая вечерняя романтика. И вот в эти сосны я просто влюбилась. И Витя сказал, что в следующий раз, когда он приёг в Калининград, он говорит, обязательно мы хотя бы на пару ночей здесь поживём. Мы с Мироном раскладываем диванчик и будем ложиться спать. Такая уютная кроватка получилась, что хочется уже поскорее в неё лечь. Мирона включила мультики. И, кстати, мы с Витей сошлись на том, что здесь просто, несмотря на то, что эта квартира однокомнатная, здесь каждый сантиметр, мне кажется, настолько рационально используется. И нет такого ощущения, что здесь как-то тесно. А наоборот, ощущение простора, пространства. И очень-очень комфортно и уютно. Здесь настолько продуманы все мелочи. Фен, постельное бельё, полотенце. Ничего с собой тащить не надо, всё здесь есть. И учитывая даже, что мы находимся возле моря, даже для тех, кто обгорел, есть средства. Порошок, даже детский порошок. Средства для загара, средства после загара. Лак для волос, ватные палочки и даже бритва. Мирончик даже рассмотрел, что здесь есть гречка, овсянка, мука. Растительное масло. Ну вот просто всё, с голоду здесь не умрёшь. Макароны. Тут тоже запасы чай, сахар, кофе, соль. Сковородки, кастрюли. Здесь приборы. Смотрите, даже тёрка, форма для запекания, друшлаг и доска. Таблетки для посудомойки, мешки, полотенца. Ватные диски, палочки. Чай есть в пакетиках, есть в заварной. Видите, здесь даже заварничек. Посуда всякая разная. Вот эти, кстати, очень красивые супницы. И бокальчики для вина, может быть, если кто-то хочет расслабиться. Всё, я уже сходила в душ. Мы с Мирончиком сейчас уже будем ложиться спать. Хочу с вами попрощаться, поблагодарить за то, что вы досмотрели это видео до конца. Огромное спасибо вам за поддержку, за ваши просмотры, за комментарии. Я всё читаю, обязательно всем отвечаю. Каждого искренне благодарю. Если у вас будет такая возможность перезагрузиться просто душой, обязательно приезжайте сюда. Здесь действительно мысли останавливаются. Погружаешься в настоящий момент. Город Светлогорск — это просто волшебный город. Здесь можно замечательно отдохнуть, погулять. Рекомендую от души. Все контакты и ссылки я оставлю под видео. Так что приезжайте, пользуйтесь, отдыхайте. Здесь действительно душевно. Ну а мы пошли спать. Всем спокойной ночи и до завтра.